Есть обычные истории, а есть откровения длиною в жизнь. Именно такую историю мне недавно довелось услышать. Рассказала ее знакомая клиентка. Пересказываю с ее разрешения. Когда этой женщине было 16, случилось то, что навсегда разделило ее жизнь на до и после. В тот вечер позвонил ее дядя и попросил племянницу съездить с ним на машине в соседнее село. Пояснил, что есть работа, которую необходимо срочно завершить, а рук не хватает. Матери не звони, она в курсе, я уже с ней договорился. Времени на разговоры нет. Девушка была послушная и маме, конечно же, ничего не сказала. Она была воспитана так, что если родные просят, им следует безоговорочно доверять. Быстро собралась в дорогу, еркнула в салон. Не сразу сообразила, что поехали они другой дорогой, которая вела не в соседнее село, а далеко в степь, где нет никаких селений. Наконец машина остановилась. Дядя одним движением откинул кресло с племянницей, навалился на нее всем телом и принялся сдирать с девушки нижнее белье. От страха она начала читать молитву. Сначала читала тихо, почти про себя, а потом вслух и нараспев. Брат матери отпрянул, ударил племянницу по лицу и вдруг неожиданно расплакался. Признался, что она всю душу ему вынула своей красотой. Дразнит так, что даже ночами снится. Постоянно видит во снах, как любит племянницу в разных позах. Спросил, сколько половых партнеров у нее было. Но девушка сказала, что она девственница. Тут, видимо, что-то щелкнуло в голове этого типа. Он вытащил племянницу из машины и в темноте поволок ее в степь. Довел до края обрыва и едва не сбросил вниз. Конечно же, он не звонил сестре, и никто не знал, где находится девчонка и с кем. «Скажешь кому-нибудь, я сделаю все, чтобы ты полетела туда», — пригрозил дядя. И, толкнув племянницу в пропасть, тут же удержал ее, подхватил на лету. Играл с ней, как кот с мышью. Дрожа от ужаса, девушка беспрестанно читала «Отче наш». «А это тебе, чтобы помнила», — добавил неудавшийся насильник и оставил засос на груди племянницы. Он отвез ее домой. Мать подумала, что дочь вернулась от подруги, тем более с утра был разговор, что она планировала заглянуть к приятельнице. Помню, как стояла в бане ночью и все терла, терла себе мочалкой, наивно пыталась избавиться от огромного синяка на левой груди. Не знала тогда, что засос мне это трешь. Меня трясло так, что даже плакать не было сил. Лишь помню, тру синяк, а он еще больше горит. И тогда я пожелала, чтобы этот человек испытал то же самое. Тот же страх, ту же боль. Оказался беззащитным. Она набралась сил и обо всем рассказала матери. «Чего ты хочешь?» — развела мама руками. «Чтобы вся деревня в тебя пальцами тыкала?» Он откупится. Денег у него много. Вот совести нет нисколько, а денег много. Молчи и не говори никому. С тех пор утекло много воды. Девушка уехала в другой город. Там вышла замуж. Но еще долго ей снились кошмары, в которых она падала в пропасть с того степного обрыва. Только многолетняя работа с психологами помогла вернуться к прежнему состоянию, гармонизировала ее жизнь. А спустя годы она узнала, что в степь дядя возил не только ее. В девяностые ее семья в поисках лучшей доли уехала в Сибирь. Связь с братом мать не поддерживала. Однако спустя 30 лет раздался телефонный звонок. Брат умолял сестру помочь, потому что умирала его внучка, самая любимая. Его кровиночка, его солнышко, его лапушка. Говорил, что деньги собирает по всем знакомым, по всем родственникам, кто сколько сможет. Он продал бизнес и все машины. Больше ничего не осталось. Болезнь у внучки очень редкая. Развилась буквально на ровном месте. Есть лишь единственный шанс на дорогое заграничное лекарство. И тут меня накрыло. После рассказа мамы о дядином звонке я вспомнила ту ночь и просьбу к Богу, когда оттирала кровавый синяк на груди. Как потом лечилась в онкологическом диспансере, потому что именно в этой груди затем нашли кисту. Вспомнила, сколько ночей не спала. Вспоминала все походы к психологам. Но я не думала, что дело так обернется. Я тоже дала маме денег для дяди. Решила, что ни в чем неповинный ребенок не должен страдать за действия, которые он не совершал, и мучится только потому, что родился в семье плохого человека. Я молила о прощении дяди и о выздоровлении ребенка. Но девочку спасти так и не удалось. Мать потом ездила в гости к брату, рассказывала, что он стал совершенно другим человеком. Теперь помогает людям. Видимо, каким-то образом понял, за что на него обрушилось несчастье. Возмездие судьбы бывает разным. Иногда для окружающих оно похоже на чистую случайность. И когда я узнаю, что в доброй и порядочной семье случилось нечто ужасное, я слышу отголоски той истории. Иногда причину несчастья не видно с первого взгляда. Но она всегда есть.